Всем добрый день. Я думаю, что IT-образование это тема еще более горячая, чем образование в принципе, потому что для нашей страны оно как никогда является актуальным. Поэтому мы с Димой, я как представитель образовательного сектора, Дима как представитель работодателя IT-кластера, собственно попробуем дать некоторые инструкции, вот как же нужно учить, кого, чему, зачем и когда. Коротко, я представляю некоммерческую организацию, которая имеет представительство в 36 городах Украины. За прошлых два года мы обучили более 4000 молодых людей, которые решили, что все, я должен стать IT-шником. Что из этого получилось, какие выводы сделали, расскажу дальше. Ну, начнем со статистики. А почему IT-шников раньше же учили? Юристов, маркетологов, финансистов. Моя бабушка хотела, чтобы я стал дантистом. Ну, в чем же дело? А дело в том, что спрос на обычные традиционные профессии, когда было все понятно. Учишься 4 года, работаешь 5 лет и все остальные 35 лет прекрасно работаешь до пенсии, выходишь и радуешься. Эта эра закончилась. Сейчас мы видим, что профессии меняются, люди меняют свой карьерный путь. И в IT эти возможности безграничны, так как технологии не умирают, а только развиваются. Все вещи становятся умными и сотрудникам нужно все больше и больше. Эта статистика показывает, что в мире все плохо в плане IT. Плохо, что не хватает ресурсов. И это означает, что скоро этот дефицит нужно будет удовлетворять. Если его не смогут удовлетворить в ЕС или в Штатах, Украина может быть той страной, которая, собственно, поможет решить эти проблемы, взяв эту работу на себя в качестве аутсорса. Образование не успевает за спросом. Казалось бы, если не хватает программистов, почему бы взять их и не научить больше? Но так просто нельзя, если ребенок, у которого склонности к гуманитарным наукам, или вот он там 11 классов отучился с мыслью, что я стану журналистом, его даже поместив в какой-то IT вуз, программистам не сделаешь. Поэтому на этом слайде видно, что к 2020 году разрыв составит почти миллион рабочих мест. Это американская статистика. Но впервые Украины это не касается. Короткий опрос. Кто здесь является сотрудником IT-индустрии? Так, отлично. А кто из вас получил эту профессию в течение двух последних лет? Такие есть. Это означает, что рынок IT-образования в Украине динамически развивается, и мы видим представителей новой генерации IT-шников и в этом зале. Статистика Министерства образования и ДОУ. 2015 год. Почти 46 тысяч новоиспеченных IT-шников. 2016 больше 50 тысяч. Как говорится, нужно больше джунов. Но так ли это? Давайте посчитаем. Простая арифметическая задачка. Если сейчас приблизительно в IT-сфере задействовано 127 тысяч IT-специалистов, а в 2016 году, ну и приплюсуем 17, приблизительно столько-то подготовили еще 100 тысяч, куда же делись 65 тысяч вот этих ребят, которые хотели стать IT-шниками. Это 6 полных хай-форумов. То есть где эти люди? Может быть, благодаря этому, конечно, у нас еще есть врачи, журналисты, таксисты, финансисты, бухгалтера. Не знаю. Но наш опыт говорит о чем? Что человек, который хочет прийти в IT, он, знаете, такой, встречайте. Это я. Я был бухгалтером, да, два года поработал. Ну как поработал? Там меня пристроили, здесь я что-то поделал. Но мне нужен курс 3 месяца, ну максимум 4. Я готов заплатить 5 тысяч гривен. И я хочу работу на 2 тысячи долларов. Я уже посчитал, что я так быстро все отобью, куплю квартиру и машину. Ну, извините, но так в мире не бывает. То есть многие сейчас смотрят на IT-специальность как на какую-то панацею, как билет в жизнь, гарантия. Но, друзья, если бы там уборщицам платили с завтрашнего дня 2 тысячи долларов, это же намного проще работать, чтобы туда все ринулись. Тут проблема скорее в подходе. Не все могут стать, не то что айтишниками, не все могут стать врачами, не все могут стать писателями. Должна быть какая-то внутренняя врожденный талант, какая-то внутренняя мотивация, желание, понимание, что у тебя это получается и тебе это нравится. Это раньше всех пылесосили, могли прийти на факультет иностранных языков и говорить, девочки, ну зачем вы будете учителями? Идемте, будете программистами, мы вас всему научим. Сейчас история другая. Сейчас на самом деле не дефицит программистов или айтишников, а дефицит талантов в айти отрасли. Рынок джунов постепенно насытился, и это нормально. Сейчас работодатели выбирают, перебирают, хотят брать лучших, и от этого только все выигрывают. На самом же деле в мире дефицит талантов в айти. Если вы являетесь серьезным специалистом, с крутым видом, умеете решать задачи, и вы талантлив, вас заберут в любую компанию, неважно сейчас дефицит или профицит кадров. Нужно понять, что подход поменялся. Ну и, собственно, инструкции. Короткие очень инструкции, всего три пункта. Пункт номер один. Разбудить в себе ученика. Самое первое все-таки это мотивация. То есть это вы. Это не парадигма, когда вы пришли в зал, учебный класс, видите учителя и говорите, ну, учи меня, учитель. Все уже не так. Мир настолько быстро поменялся, что знания генерируются гораздо быстрее, чем их можно вообще рассказывать. Поэтому сейчас нужно понять, что мы стоим в центре образования. И вот то, насколько мы успешно продвинемся по вот этому пути к желаемой профессии или карьере, зависит только и исключительно от нас. Информации и знаний в мире масса. Сейчас нужно понять, как правильно их получать и инвестировать в это время. К нам, когда на программу приходят люди, это четырехмесячный курс от Гарвардского университета, она действительно очень сложная. В Гарварде, если в онлайн, этот курс проходит только 2% людей. Они, когда наши люди приходят, мы им говорим, забудьте про друзей, про семью, про фейсбук, про пиво по вечерам. Вам нужно вот просто, вы начинаете с чистого листа. Вы забыли, как учиться. Когда вы последний раз учились, вы не помните, вам придется инвестировать все свободное время и энергию в учебу. И тогда, может быть, вас возьмут женом на 400 долларов. Использовать новые методики. Об этом очень многие говорили. Я коротко скажу наш опыт. Мы использовали методологию смешанного образования, blended learning, а именно итеративный класс, перевернутый класс, когда часть материала ученики, собственно, это молодые люди, 25-35, осваивали сами. И каждую неделю, два раза в неделю, по два часа, собирались фиксированные группы с менторами. Это продвинутые middle и senior уровни разработчики. И, собственно, пытались вместе проходить этот материал. То, что у них не получалось, то, что у них не выходило, они над этим работали вместе. И только благодаря тому, что сохраняется баланс и нового, то есть онлайн образования, когда ты учишься полностью сам, и все-таки традиционного, когда есть специалист, который может помочь, если ты застрял, он тебя подтолкнет, поможет, эта система работает. Это наш показатель 56% людей, которые закончили этот курс. То есть по сравнению с двумя или с семи процентами, которые дает курсера онлайн образования, это хороший результат. Объединить агентов изменений. Такие учебные коммерческие центры, как компьютерная академия ШАК, еще 50 существующих в Украине, общественное объединение, волонтерские объединения, это те, кто что-то могут реально сделать. Конечно, у нас сейчас есть суперплан, новаукраинская школа, то есть к 30-му году будут готовиться Илоны Маски, но у нас нет столько времени. Нужно сейчас уже что-то менять. И если мы это будем делать снизу, сами, каждый из нас, там даже у вас есть ребенок, вам не нравится, как у него преподают информатику в школе. Сейчас существует масса способов это изменить снизу без утверждения ОМОН. И, конечно же, привлечь кластер работодателей. Вот это все образование никому не нужно, если вы не получите работу. Образование – это инструмент, который приводит вас к желаемому пути. Поэтому я передаю слово Диме, и нас всех тогда ждет профит. Здравствуйте. Я так понял, тут остались те люди, которые не пошли на обед, думали, либо я младший брат Александра Софины, либо я вам должен деньги, и вы меня ждете, чтобы я никуда не ушел. Тут есть запасной выход, я уже все предусмотрел. Итак, очень коротко. Меня зовут Дмитрий Софина. Я представляю абсолютно… Я такой же самый, как и вы. Я представляю среднестатистическую компанию, которая работает, мучается на этом нашем рынке. Мы, когда начинали только нашу деятельность… Одну секундочку. Презентацию, господа. Мы, когда начинали нашу деятельность, у нас была такая же самая ситуация. Мы думали, сейчас быстренько поедем в Штаты, в Канаду, наберем клиента, наберем кучу разработчиков, будут у нас хоромы и так далее. Оказалось, дело абсолютно не в том состояло. Когда мы коснулись ситуации, то получилась картина в чем? Клиентов нашли, а разработчиков найти сложно. Начали общаться с коллегами, с другими, с других компаний, с других организаций. И получилась картина в чем? Что у них та же самая проблема. Компании из топово говорят, нам надо вот здесь и сейчас. К нам заходит заказ, нам надо сейчас ребят. Потом спрашиваем, что вы делаете для этого. Они говорят, так мы запускаем собственные программы с ВУЗом, с другими образовательными учреждениями. И эффект какой-то же должен быть. Но мы подумали, но кадров не хватает, качественных кадров не хватает, как Илья говорил. И поэтому что происходит? Мы год назад взяли, собрали, я вам расскажу такую историю, на чем я завершу. Мы решили образоваться в городе Винницы, потому что я винничан, я думаю, там, где много умных людей собирается, а сейчас без винницких никак нельзя. И получается, что мы решили объединиться. Взяли, поговорили со всеми IT-компаниями, с ВУЗами, с властью города. И говорим, ребят, давайте объединяться, давайте находить какие-то решения. И как-то будем выходить из ситуации и решать проблему. И получилась кардина в чем? Что мы собрались, окей, все как бы было замечательно, все прекрасно было, но никто не пошел. И это так называемое образование IT-кластер, модное слово. То есть кластер в себя включает IT-бизнес, образование, вузы, школы, и включает сам в себя и непосредственно власть, инфраструктуру и так далее. Мы год поработали в таком режиме. Понятно, что там привлекали одну-две компании. Такая ситуация, к сожалению, в каждом из ваших регионов. Киев – это отдельная история, но я тоже упомяну про него. И подумали ситуацию в следующем, что если мы вот такие умные, в течение года ничего не сделали, что нужно там делать? Мы решили пойти непосредственно там, где есть проблема, начиная в школы, институты. Что произошло? Мы обошли 40 высших учебных заведений города. Не просто обошли, а были с открытыми лекциями, встречались с тысячами-тысячами школьников, наших школьников. Мы увидели просто катастрофическую ситуацию, что не все хорошие, качественные ребята попадают в IT-компании, работают и получают от этого профит. Не все. Они теряются, они не доходят. Учителя информатики гораздо низкого уровня доходят до того, что в школах обучают питон второй, в вузах питон третий, а в итоге вы сами понимаете, к чему приходит ситуация. После этого мы пошли в вузы. У нас два высших учебных заведения, которые делают качественных, хороших программистов. Ну и еще половинка там, где физмат при педагогическом университете. Мы пошли с ними, начали говорить. Мы услышали обратную другую картину. Мы пошли, увидели эти лекционные залы. Мы увидели эту ситуацию. Мы понимаем, что индустрия сама поедает те деньги, которые в нее вкладываются. Мы поговорили с городсоветом. Мы поговорили с IT-школами. И картину, которую мы поняли, заключается только в одном. Каким образом заставить IT-компании, в том числе нашу, инвестировать в эту всю индустрию, собрать, инициировать. И мы нашли такой очень простой модель. Мы подготовили программу. Ее 27-го числа мы будем презентовать, к сожалению, в Венеции, мы не сможем вам презентовать на уровне руководства топ-16 IT-компаний, из топ-50, которые представлены Венецией, либо являются венецкими. Власть города, ректорат высших учебных заведений, руководители IT-компаний и так далее. Попытаться сделать в небольшом городе, потому что Венеция – это медиана, и та ситуация, которая происходит в Венеции, она также сама касается и Киева, не Киева, Чернигово, и Житомира, Одессы, в той или иной мере. И получается, картина в чем заключается? Что мы решили их собрать, подготовили программу с четкими и понятными пунктами. Это ничего там сложного, ничего прозаичного на самом деле, но в этой программе есть 6 ключевых фундаментов, моментов. Первый – это непосредственно правильно популяризация IT. У нас проблема случается в чем? Что все кричат IT, IT-шники много зарабатывают, и мы получаем тысячи абсолютно неквалифицированных ребят, которые заканчивают быстро какие-то курсы и приходят и просятся в IT-компании. То есть популяризация правильно звучит в том, что нам необходимы качественные кадры, качественные специалисты, и мы ищем вот этих звездочек, которые в одну школу, может их там быть 20, 30, не больше. Задача их не потерять. Второй ключевой месседж, который в этом всем есть, это дополнительное образование. Речь идет не только о IT-школах, курсах, других направлениях, речь идет о курсах робототехники, авиамоделирования, дополнительных, те, которые мы сейчас потеряли, они восстанавливаются так или иначе. То есть там, где мы можем с деток начинать лепить что-то толковое, лепить этого человека, который будет высокоинтеллектуальным, который сможет зарабатывать много денег для страны и для себя в первую очередь. Конечно же, третий – это бизнес-заказ. То есть бизнес должен делать четкий заказ с расчетом не в один год, а в пять лет. Допустим, мы поняли эту ситуацию, сайтами нет смысла учить. Зачем в школе учить сайты создавать, если это не есть проблема. А искусственный интеллект, data science, ну, все, что включает в себя data science. Мы решили подготовить программу на базе вуза. Это программа 8-месячная, огромная и так далее, для школьников, для остальных. Это действительно то, что нужно, но оно не дает быстрого эффекта. Поэтому заказ бизнеса должен происходить заранее, за пять лет. У кого фантазии хватит, может и за 10 лет. Четвертое – это корректная и качественная программа развития в самой школе. Недавно вышла, насколько я помню, вышла программа, которую утвердили топовые IT-компании касательно требований к джуниор-специалистам. Вот даже на базе вот этой вот программы достаточно то, что мы, допустим, сделали у себя. Мы организовали четкую программу, что необходимо организовать, каким образом надо повышать квалификацию учителей информатики, чтобы они были заинтересованы. И вот эта вот базис, которая совместно с олимпиадами, дополнительными моментами, может позволить нам вытянуть классных кадров уже со школы и привести их за ручку в институт. Соответственно, пятое – это обеспечение высших учебных заведений. На базе тех вузов и тех программ в школе, что мы внедрили, у нас получился эффект. Но, правда, после вступительной кампании мы поймем, насколько это в цифрах. Но у нас получился эффект школьников заинтересовать приходить в вузы до момента поступления. Но обеспечение высших учебных заведений желаю считать нужного. Прекрасно, когда, допустим, в нашем городе есть прекрасные инициативы в виде создания технопарка, который в этом году уже начинается, где как раз школьников можно прокачивать и так далее. Но, к сожалению, ситуация во всех регионах абсолютно разная. И шестой основной пункт – это рефинансирование. Когда IT-компании начнутся делиться с образованием не в виде раздачи денег, не в виде социальных ненужных вещей, а в виде банального заказа. IT-компания требует от высших учебных заведений, те, в свою очередь, требуют от школ, такое-то количество специалистов по таким-то профессиям, и за это готовы они оплачивать, не просто давать в трубу, скажем так, а за это они должны готовы быть финансировать эту всю историю. И, к сожалению, а может, к счастью, это финансирование не такое уж большое. Собственно говоря, вот шесть простых ключей, которые вроде бы все знали, вроде бы все понимали, но почему-то никто не делал. А я, к сожалению, как Олег Винник, приглашаю вас с 27-го посетить Винницу, у кого получится, на концерт. И там расскажем более детально, поподробнее, у кого получится. Спасибо вам большое, спасибо за ваше внимание и выдержку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!